Руководитель информационно-технологического центра ПетрГУ Дмитрий Кувшинов монтирует температурный датчик, который даст информацию о том, как ведут себя тепловые потоки внутри стен. Всего таких датчиков более 250. Это позволит составить полную картину теплопотерь и прийти к выбору наиболее эффективной конфигурации здания для строительства в Арктике и северных регионах. Здесь мы видим элементы системы мониторинга, которые позволяют нам в режиме реального времени измерять температуру и влажность именно в точке, где установлен соответствующий датчик. Для измерения и потом расчета теплового потока через соответствующие ограждающие конструкции в каждой точке установлено от 8 до 10 датчиков. Вот. Одни на внутренней поверхности стены, дальше ряд датчиков внутри стены и снаружи. Две части дома построены по разным технологиям – каркасной и методом двойного бруса. И если каркасные конструкции используются давно и широко, то метод двойного бруса – технология новая и не до конца изученная. При строительстве здания использовались исключительно зеленые материалы. Древесина для стен, которые наполняются опилками и другими экологичными видами утеплителя. В том числе мы будем исследовать влияние эффективности инженерных систем, таких как отопление, вентиляция, на энергоэффективность здания. И попытаемся выяснить уже в стоимостном эквиваленте, сколько нужно для того, чтобы построить дом из таких конструкций, сколько нужно для того, чтобы его эксплуатировать. Александр Кузьменков уверен, исследование может внести значительный вклад в строительную отрасль и стимулировать жителей Севера сделать выбор в пользу экологичных деревянных домов. Илья Лопухин, Александр Борисов, Служба новостей.